Добрый день, уважаемые телезрители! Рада вас приветствовать на телеканале Дунё Буля. Меня зовут Замира Абдуразакова и в следующий час я буду с вами на прямой связи. Тему нашей сегодняшней программы мы решили обозначить так. Нюансы развития изобретательской и рационализаторской деятельности в отраслях экономики. Дело в том, что 10 августа этого года было принято постановление правительства Республики Узбекистан о мерах по поддержке изобретательской и рационализаторской деятельности. В соответствии с постановлением создается негосударственная некоммерческая организация общества изобретателей и рационализаторов Узбекистана. Одной из основных задач общества является развитие изобретательской деятельности во всех отраслях экономики нашей Республики. И сегодня, чтобы поговорить о подробностях создания этого общества и вообще о развитии изобретательской и рационализаторской деятельности в нашей стране, мы пригласили специалистов Министерства инновационного развития Республики Узбекистан. И сейчас я с удовольствием их вам представлю. Итак, сегодня у нас в гостях Джамаледин Бабаханов, начальник управления и коммерциализации инновационных разработок и трансфера технологий Министерства инновационного развития Республики Узбекистан. Джавахир Шавкатов, ведущий специалист управления формирования и мониторинга программ по научной и инновационной деятельности Министерства инновационного развития Республики Узбекистан. А также Уктамчен Абрагимов, начальник отдела использования и реализации интеллектуальной собственности Министерства инновационного развития Республики Узбекистан. Здравствуйте и добро пожаловать к нам в студию. Ну что ж, для начала хотелось бы начать наш разговор вообще о приоритетных задачах вашего министерства. Вот я знаю, что совсем недавно была принята стратегия инновационного развития 2226. Что это такое, что это значит и чем она будет полезна для нас, для нашего народа? Во-первых, хотел бы отметить, что именно стратегия получилась очень обширная и обхватывает все аспекты нашего экономики. И президенту Республики Узбекистан было подписано два документа. Это указ президента о утверждении стратегии и постановление президента о реализации данной стратегии. Что в себя включают эти два документа? В первой, была утверждена сама стратегия, как мы будем двигаться в течение следующих пяти лет, в каких направлениях и в самой стратегии утверждены устойчивые направления, именно внедрение инноваций, в каких сферах мы должны работать. Также там утверждены целевые показатели, достигание которых нам обеспечит некое развитие инновационной деятельности. И непосредственно она связана с глобальным индексом инновационного развития, в котором мы сейчас занимаем 86-е место, но мы себе поставили именно амбициозные цели, чтобы достичь 54-го места по окончанию 2026 года. Основная мысль и посыл данной стратегии – это создание непосредственной цепочки, то есть капитал, инновация, капитал. Это когда капитал, вложенный в инновацию, исходит из себя другой капитал, который в свою очередь опять-таки возвращается в инновацию. То есть создаваемые нами и внедряемые нами инновации должны служить некому экономическому развитию в какой-либо отрасли. И после внедрения данных инноваций и осуществления каких-либо проектов наш капитал растет, и от полученного дохода мы заново инвестируем в инновации. Также у нас комплексное развитие наших регионов. Там описано, мы определили 28 инновационных районов в каждом регионе по два района. И непосредственно даже в городе Ташкенте тоже мы определили именно инновационные районы. Там будут реализовываться именно непосредственно стартап-проекты, научные проекты. И также будут создаваться новые рабочие места, новые инновационные продукты. И жители данных районов и регионов в целом должны будут ощущать в своей жизни именно пользу от инноваций. Мы можем привести пример. В чем будет выражаться эта польза? Польза будет выражаться во многом. У нас есть опыт. Мы в первый раз пилотный проект запустили на Маганской области, именно в районе Чувств. Там проделано очень много работы. И обычный человек может почувствовать как. То есть в данном регионе в каждой восстановке были созданы Wi-Fi зоны. То есть по всему району зона покрытия обхватила. И есть прямой доступ в интернет. Любого жителя. Любого жителя. Бесплатный доступ. Также есть некие результаты научных работ, которые были внедрены именно в каких-либо махалях или в селах. Такой пример. Мы в рамках научного проекта было разработано мини-микрогаз. И сейчас это способ внедрения данной разработки. Она обеспечивает непрерывным освещением одной улицы. Спасибо большое. Джима Лизин, вы хотите добавить, пожалуйста. Пожалуйста, давайте мы начнем с того, что такое инновация. Инновация это в первую очередь, это не новшество, как это обычно все понимают. Новшество, оно еще не инновация. Новшество, когда оно внедряется и за собой влечет экономическую или социальную прибыль или выгоду, вот тогда она превращает в инновации. Например, наш коллега сейчас сказал, что мы циклическую форму выбрали, это капитал, инновация, капитал. Если мы примером это будем показывать, давайте вспомним PayNet. Вот PayNet, когда он только очень много рабочих мест, было очень много потом. Это сейчас мы уже перешли в электронное PayMe. Это получается, мы теряем рабочие места. Сначала мы создаем рабочие места, потом уже некие, а потом уже после выгоды самого PayMe он создает новую инновацию и также циклический цикл уже, который внедряет. И уже, например, то же самое можно сказать, например, это АКВА. Вначале, вот как мы знаем, в каждом районе цехи, они маленькие АКВА, предприятия были по производству. А сейчас это уже централизованное ИМЗО, который непосредственно тоже уже новый цикл, где автоматизирована вся робототехника и, можно сказать, роботизированная вся техника, и где уже непосредственно фактор человека уменьшается. Но это тоже позволяет уже создавать новые рынки и тот капитал, который мой коллега сказал, вращаться и создавать новые инновации. Например, мы еще к этому вернемся, к инновационным худудам, инновационные наши районы, которые 28, как наш коллега сказал, это в каждом районе, где мы создаем маленький destructive innovation. Это вот есть такая, наши телезрители могут посмотреть, это Гарлетт университет, есть destructive innovation, они в гугле могут посмотреть, что это такое, что это дает. Это прорывные инновации, которые непосредственно мы уже, начиная с 2021 года, осуществляем в инновационных районах, где непосредственно реализуются те или иные проекты вообще. И к вопросу, чем занимается наше управление, я вам продолжаю. Да, продолжение этой беседы. Да, продолжение нашей беседы. Наше управление занимается вообще, как я сказал, инновацией это внедрение. После того, как внедрение, тогда оно превращается в инновации. Мы занимаемся коммерциализацией научных разработок, развитие стартап-экосистемы, стартапов и трансфера технологий. Коммерциализация научных разработок, вот как моя коллега сказал, то что новые разработки, которые учеными созданы, пока они стоят на полках, они не внедряются, они просто новшество может быть кому-то нужно, кому-то нет. Как вы знаете, к большому сожалению, мы должны это признать, новшество в этом мире очень плохо воспринимается. Порой. Порой. И очень трудно внедрять или доказать, когда что новое, оно может увеличить за собой экономическую прибыль, или выгоду какую-то. Очень трудно всегда. Когда он начинает получать первые выгоды, он понимает, нас будет так. Ну, это для, я имею в виду, для самого, вот, вот, изобретатель сам, да, вот у нас тема основная, это рационализация изобретателей, они сами понимают, это их ребенок, да, это их продукт, который они сильно верят, тот же iPhone давайте возьмем. Все новые, вот мы можем до 2000, если мне память не изменяет, с 2007 года мы не могли представить, что вот сенсорный телефон, вот это все, но где-то как-то, когда новая инновация создается, ее внедрение, это не очень легко. Пока создаете инновацию, лет 10 проходит, а еще когда внедряете, еще, может, еще труднее. Почему? Потому что вы еще не верите, не воспринимаете. Вот, например, раньше, вот вы тоже можете обратить внимание на свадьбу, или тоже в той же киностудии камеры, а сейчас уже дронами можно снимать, образно говоря, понимаете. Вот это все пока воспринимается. Ну, конечно, твалец, скорее всего, зависит от того, насколько он результативный, эта инновация. Скорее всего, скорее всего, но все равно, вот, рационализаторы, изобретатели, они верят в свое чудо, в свое, как мы верим в своих детей, в свое будущее, также они верят, но мы должны признать, не каждое новшество могут стать инновацией. Да. И внедриться. Вот мы занимаемся коммерциализацией научных разработок, один из примеров, который в инновационном код назвал наш коллега, это вот микрогресс, который непосредственно непрерывно освещает, и таки это мы можем назвать, вот, во время коронавируса, тоже, по постановлению президента 18-го года, вообще, 385-14 июля, там есть разработка, медицинский приват РУТАН, который непосредственно, он полностью, разработка наша, она отечественная разработка, института биорганики, который показал все свои результаты при коронавирусе. Но когда у вас, конечно, уже коронавирус прогрессивный, и он у вас в легких, это, конечно, но первый, который, если контакт был, и вы выбиваете, он полностью разрушает, и здесь вот это уже доказано. И таких инноваций, например, вот недавно тоже с нашими учеными, китайские ученые, как бы, вот, многие, наверное, болели коронавирусом и знают, что ремидисивир, он очень токсичен. А наши ученые, китайские ученые, разработали новую разработку, а Миндвей называется, она извлекла эту токсичность, То есть состав препарата остался прежний? Да, как вы знаете, вот после того, как лечение коронавируса заканчивался, очень ферменты были повышены. Мы начинали лечить уже почки, или же печень. Это результат токсичности препарата? Да, да, конечно. И вот это непосредственно. И кроме этого, можно пересчитать то, что вот наши отечественные тесты в начале коронавируса тоже очень, не только в Узбекистане, во всем мире это определение, вот, вроде обычный тест, а не хватало как. Наши ученые, вот, это наш преминистерство инновационного развития, есть Центр природных технологий, который тоже разработал это все. Кроме этого, вот, вакцина, которую мы тоже можем сказать, да, вначале давайте. Знаете, задача критика или диванная критика очень легка. Он может критиковать. Вот мы комменты читаем, такие сокрушительные комменты, сокрушительные критики. Это приятно воспринимается народом, людьми. Но, если под этим, под этим, под этой критикой обоснования, это уже надо смотреть и доказывать. Понимаете, вот человек вложил всю свою жизнь и создал. И кто-то, какой диванный критик, может это критиковать. И ту же вакцину, которую мы, узбекская, китайская вакцина, которую мы тоже вовремя создали и смогли обеспечить 80%, 90% населения. Конечно, благодаря этой вакцине мы в свое время избежали. Избежали, и самое главное, да, конечно, нам новости, даже посмотрите, во-первых, количество смертей, во-первых, количество, кто выздоровел, кто в любом случае, да. И даже эту вакцину, когда она только появилась, это не только наша узбекско-хитайская, но и тот же Pfizer, может быть, тот же спутник и тому подобное, миллионы этих было, давай не делайте это. Я же говорю, новшество, оно очень трудно воспринимается. Но хотя там ученые и создали, и вложили свою жизнь. Мы должны осознавать то, что коммерциализация тоже это тоже нелегкий процесс, которым мы на данный момент занимаемся, коммерциализуем. Например, на этот год у нас поставлена задача коммерциализации более 450 разработок. Кроме этого, в этом году мы коммерциализировали уже со стороны Министерства инновационного развития более 10 миллиардов на коммерциализацию новых 25 продуктов, которые до этого не были на рынке Республики Узбекистан. В прошлом году таких продуктов было 44, которые непосредственно уже созданы и готовы уже к внедрению, внедрены, используются уже в каждой неделе нашей жизни. Вот основная стратегия, вот как мой коллега сказал, основная цель, чтобы каждый предвыборная компания нашего уважаемого президента, кроме этого, год, вот, сам кадры, вот, непосредственно тоже влечет за собой и охватывает, и непосредственно охватывает вот это. Почему? Потому что после того, как он говорит, вот, вы просто по улице шли, она не была освещена. А теперь непосредственно, понимаете, инновации, они могут быть и в мелких, даже вот, например... Ну, пара вот идеи, которые вы сказали, что Wi-Fi на улице. Wi-Fi на улице или еще что-то. Хорошая инновация, я думаю, наши телезрители оценят это. Первое, это Новои, город Новои, это в 2018 году, и реализовался проект в 2019 году, бесплатный ход-спот, это в Новои, в городе Новои, Новоинской области, это непосредственно. И кроме этого, вот первый тоже пилотный проект, который мы, мы еще вернемся к этому, это инновационный ходут, то, что мой коллега сказал, то, что инновационный ходут это в Новоинской области кармана, например, мы обучили более 800 бесплатно детей, подростков, на фрилансеров. Из них 450 уже вошли в зарабатывание денег. Это бесплатно было обучение, это фронт-деск, это можно смм-маркетинг, все остальные. Понимаете, кто хочет, он учится, зарабатывает и идет к этому. Раньше такие возможности все равно не было, а тут они все обучились непосредственно, и у них у всех есть счет уже, и непосредственно, как вы знаете, есть очень много фрилансеров сейчас тоже, очень много условий тоже создан в Удагестане, и очень много международных платформ, которые предлагают. И, пожалуйста, от знания языков тоже очень важно. Почему? Потому что, когда узбекский язык вы можете зарабатывать это 100 долларов. Английский язык еще? Русский язык от 500 до 1000, а уже английский язык уже повышается. Почему? Потому что вы уже берете международные проекты, непосредственно вот даже 18 лет, 15 лет дети уже начали зарабатывать. Непосредственно есть список, который уже начали. Понимаете, вот мы даем возможности, а эту возможность кто-то берет и дальше развивается. Потому что со стороны государства, со стороны президента очень много привилегий, очень много возможностей создано сейчас. Потому что я еще раз говорю, что диванному критику очень легко это обсуждать. А если вот так посмотреть, это вот непосредственно и стартап-экосистема наша, она создается, создается бизнес-акселератор, бизнес-инкубатор, вообще стартап-инфраструктура. Почему? Потому что мы тоже должны, уже время пришло, должны гордиться. Made in Uzbekistan сделано в Узбекистане нашими стартапами. Почему? Потому что в Узбекистане еще нет стартап-единорога, но я верю, что в ближайшем будущем они будут. А что такое стартап-единорог? Стартап-единорог – это капитализация превышает за 5 лет 1 миллиарда долларов. Вот тогда он стартап-единорог, который непосредственно может уже играть на рынке и показать себя не только на территории Республики Суфута, но вообще по Центральной Азии и во всем мире. Спасибо большое. Давайте подключим к разговору Укатам Джонова, уважаемого. Расскажите, пожалуйста, чем занимается непосредственно ваше дело – это реализация и использование интеллектуальной собственности. Это очень интересно. Да, мы в свою очередь тоже с Джамалей Дэн Бахановым вместе реализуем те же самые проекты, изобретения и другие объекты интеллектуальной собственности – это изобретение полезной модели для внедрения в каких-то отраслях. есть, например, бывает такие вот, что есть изобретение у института определенного или же, скажем, у какого-то предприятия, но не может реализовать его у себя на производстве. И на основе проектов коммерциализации мы помогаем им реализовать проекты либо у себя на производстве. Если позволите, коммерциализация существует из трех механизмов – это напрямую стартап-компания открывается или лицензированное соглашение. Непосредственно данный отдел занимается это лицензированным соглашением. Непосредственно, почему ученым должен заниматься своим делом, да, бизнес – это самая главная цель. Не отвлекаясь. Не отвлекаясь. Самая главная цель, почему это Министерство инновационного развития является мостом между отраслей, между ученым, между производством и между наукой, где мы можем их вместе соединить и отдать вот стратегии инновационного развития тоже непосредственно. Яркий пример к этому, где наука соединяется с отраслью и, кроме этого, регионам, где создаются новые инновации, новые разработки и где уже внедряется непосредственно и создаются, во-первых, новые рабочие места и квалифицированные рабочие места непосредственно, не которые просто… Вот основная цель – это, как вы знаете, искусственный интеллект является очень самым дорогим. Это капитал, человеческий капитал, непосредственно, который… И данный отдел еще, кроме этого, вы вначале упомянули, это рационализаторская, изобретательская деятельность. Вот, кстати, вопрос, который часто интересует обывателей, людей, которые не особо разбираются в этом. Чем отличается изобретение от рационализаторского предложения? У изобретения есть свои три требования. Это должно быть новым, то есть в мире он должен отвечать требованию новизны, он должен быть новым. Следующий – это изобретательский уровень, то есть он должен быть новым в отрасли, в сфере данной сферы. Третий – это он должен быть промышленно применим. А рационализаторство – это может быть любое предложение, которое как бы дает какой-то экономический или же другие ресурсозаберегающие какие-то любые предложения. Это может быть связано с применением уже известных каких-то изобретений, полезных моделей или же каких-то обычных каких-то, скажем, способов. Может быть, например, переставить что-то, например, он сэкономит электроэнергию, например. Или же использование вот какого-то деталей как-то в другом размере, например, или там, скажем, из других материалов он может снижать ресурсы, энергоресурсы или еще что-то. И это может сэкономить для предприятия каких-то средств. Обычными словами, вот на английском есть такое выражение – modification. Когда модифицируется, когда изменения какие-то, вот это и есть. Обычно можно сказать, как вот наш коллега сказал, изобретатель, который уже новый, вот это что, а вот что-то модифицировать или тюнинговать, как у нас очень сейчас модно, это уже, который приносит за собой, например, тот или иной новый эффект, вот тогда уже можно сказать, что рационализаторство… Рационализаторское предложение, да, он является новым для этого же предприятия, для одного, то есть определенного предприятия. Оно может быть защищено каким-то патентом или же, скажем, программным, применением каких-то программных продуктов для того, чтобы реализовать какую-то задачу. И применение вот каких-то известных уже технологий, которые не относятся к этой предприятии и применить его в этой предложении, применить этого тоже является как бы рационализаторским предложением. Дживахер, вопрос к вам. Вот вы занимаетесь мониторингом научных проектов. Как происходит этот процесс вообще непосредственно от начала до конца? Вот кто-то захотел… у кого-то есть проект, он может принести его к вам, да? Дальше что происходит? Во-первых, у нас в кабинете министеров утвержден порядок формирования государственных программ по научно-инновационной деятельности и утвержден, как бы сказать, порядок по данному порядку у нас сейчас новый механизм внедрен именно финансирование и мониторинга проектов. По этому механизму у нас сейчас упор идет именно на финансирование проектов на конкурсной основе. То есть должна быть альтернатива, должны быть две идеи, две команды, которые хотят именно решить какую-либо проблему и чей подход будет более оптимальным, более результативным и чей состав будет, как бы сказать, на уровень выше, чем альтернатива, то в приоритет входят данные проекты. То есть, когда мы даже встречаемся с учеными, они, как бы, в большинстве случаев заинтересованы именно подачей проектов и получением финансирования. Но дальнейший этап мало кого интересует. Но этот, как бы, этап мониторинга, она тоже, как бы, ответственная с обеих сторон. То есть, в лице заказчика мы выступаем и мы должны контролировать каждый этап данного проекта и в лице исполнителя. То есть, ученые, команда ученых, они тоже ответственны равнозначно, то есть, для выполнения этого проекта. Процесс мониторинга происходит раз в год. То есть, у нас в раз в год мы проверяем именно текущее состояние проекта, либо мы можем, как бы сказать, в частном порядке, выезжая на вузы или научные организации, проверить текущее состояние всех проектов в данном учреждении. На каком этапе это? На каком этапе, это без разницы. Либо прошел месяц, три месяца, есть которые уже два года реализуются. Это, как бы сказать, зависит от начала. Во-первых, процесс мониторинга именно включает в себя исполнение календарного плана. То есть, когда мы составляем договор, у нас есть календарный план, где четко в сроке указано, какие задачи должны быть выполнены, чтобы достичь конечного результата. Заранее закладываются сроки, да? Заранее закладываются для реализации. Дедлайны. Да, дедлайны. Мы проверяем. Во-первых, ученый предоставляет нам отчет о проделанной работе раз в год. Мы этот отчет берем, сопоставляем именно задачи по календарному плану и делаем, как бы сказать, сопоставление в отчете, сравнение. То есть, какие-либо этапы включены в отчет, какие-либо нет. Если нет, то это уже мы берем себе на заметку. Далее происходит процесс мониторинга. Это подготовка к мониторингу. Когда все документы берутся, сопоставляются, изучаются и даже мы сначала, чтобы проверить научную составляющую данного проекта, мы отдаем отчет для проверки независимым экспертам. Независимые эксперты нам оценивают, ход проекта дает свое заключение. На основе этих заключений мы подготавливаем пакет документов для рабочей группы. У нас в министерстве при заместителе министра есть рабочая группа именно мониторинга проектов. И во время пандемии у нас был процесс через Zoom. То есть мы дистанционно слушали презентации проектов и задавали вопросы. И исходя из этих вопросов, обсуждений, давался заключение, продолжить этот проект или нет. Выполнен ли каждый пункт календарного плана, финансовая составляющая, то есть целевое использование выделенных средств. У нас тоже договором закрепляется смета расходов, то есть на какие цели, сколько должно быть, какие оборудования они хотят купить. А если перерасход происходит в процессе? Перерасход не может быть, потому что фиксированная сумма выделяется для одного проекта. У него отдельный счет. И исходя из этих сумм денег, он расходует на свои расходы. Но момент может быть так, что есть форс-мажорный проект, моменты, когда доставка оборудования затягивается. И если это уже менеджерские способности руководителя проекта, потому что он должен предугадать. И заниматься закупом лабораторных оборудований уже не в конце года, а в середине или до начала, до закрытия всех процессов бюджетных. Есть моменты, когда уже не израсходованные деньги возвращаются в государственный бюджет. Но их можно использовать для следующего проекта? Уже нет. Уже идет не в министерство возвращается, а непосредственно в государственный бюджет. В таких случаях надо предугадать этот момент и нанять правильных людей в команду проекта, чтобы они занимались именно этой отраслью. То есть расходы финансов и заказов на биржу, чтобы отслеживать, чтобы при написании проекта посмотреть все варианты. И исходя из вариантов выбрать оптимальную цену, чтобы она не повышалась во время проекта. Потому что проект пишется, она проходит экспертизу и этапы, которые занимают в среднем 4 месяца. И после 4 месяцев цена на одно оборудование может повышаться на 20-30%. И в таких случаях, когда уже смета утверждена, могут быть некие форс-мажорные моменты. Спасибо большое. Все-таки хотелось бы вернуться к такой теме, важной теме нашего сегодняшнего разговора. Это в соответствии с постановлением создается негосударственная и некоммерческая организация общества изобретателей и рационализаторов. Давайте поговорим об этом, как идет подготовка к созданию этого общества, на каком этапе и основные задачи этого общества. Давайте я начну с основных задач этого общества. Потому что ранее у нас тоже было такое общество некое, но во время трудных моментов, в конце 90-х годов, такое общество не смогло существовать, это общество и не смог реализовать свои задачи. И мы решили создать заново такое общество и дать новый импульс к такому обществу. Важность такого общества в том, что они объединяют разных изобретателей из разных отраслей и будут решать вопросы, стоящие перед изобретателями и рационализаторами разных отраслей. Например, в заводах есть рационализаторы, есть изобретатели, есть изобретатели в институтах. Они могут совместно общаться, вести такой диалог и общаться, и решить какие-то вопросы, которые стоят, например, в заводе А. И разные, скажем, из разных отраслей изобретатели могут объединиться и сказать, вот этот вопрос можно решить таким-то путем, который уже известно другой. В другом заводе уже известны такие проблемы или были какие-то проблемы. Или же, например, задача, вот как защитить свои патенты, например, или же объединиться и решить какие-то стоящие перед обществом изобретателей или же их членами какие-то насущные проблемы, которые стоят, например, в каких-то отраслях, может быть, или в какой-то стране с патентованием или, там, скажем, внедрением. То есть общество условно для того, чтобы облегчить работу непосредственно этих самых изобретателей и рационализаторов. Правильно? Дима Ледин, хотелось бы... Поднимать их проблемы, поднимать их задачи, доносить до государства, до правительства, поднимать решения, внедрения. Основная задача общества, которое внедрение. На каком-то этапе уже это... Да, на данном моменте уже формируются все документы, которые непосредственно... Данное общество должно пройти регистрацию при Минюсте, и на данный момент идет процесс регистрации и задачи документов. Дима Ледин, ваше управление занимается внедрением и трансфером технологий. Давайте поговорим об этом, что это значит. Да, кроме коммерциализации, это научных наших разработок или новых разработок, мы еще занимаемся трансфером технологий. И одним примером я приведу. Пока вы создаете... Один пример, это, например, наша рекомендантная вакцина, которую мы привлекли к Китаю и совместно быстро сделали. Другой пример, это аппарат ИВЛ. В 2020 году был осуществлен трансфер технологий совместно с славаксой компанией Хираназия. Вообще в мире три лидера основных есть. Это Хемельтон, Драгер и Хирана, которые производят высокотехнологичные аппараты ИВЛ. И вообще в 12 странах мира производят высокотехнологичные аппараты ИВЛ. И Узбекистан стал 13-й страной, где можно с искусственным интеллектом. Можно сказать, почему трансфер технологий, это когда вы не теряете время, быстро находите ту или иную технологию за рубежом, приводите в Узбекистан и начинаете производство. Да, там сейчас на данный момент крупная узловая сборка, которая непосредственно... Но крупная узловая сборка... Данные аппараты ИВЛ тоже, они с искусственным интеллектом. Первый аппарат был сдан с благотворительной целью. Первую горбольницу он непосредственно уже себя показал. Кроме этого, при помощи правительства нашей страны было экспортировано еще 10 аппаратов в Таджикистан. Кроме этого, на данный момент поставлен экспорт данных аппаратов в Россию, где они себя показывают и уже имеют свой рынок. На данный момент уже второй этап трансферотехнологии. Это производство наркозно-дыхательных аппаратов, тоже высокотехнологических, с искусственным интеллектом. Вообще о трансфере можем говорить, который мы уже осуществили. Кроме этого, активно ведется работа с Израилем. Это также в 2020 году был осуществлен трансфер такой технологии, которая с помощью спутника осуществляет утечку воды, не открывая асфальт. Может определить с помощью спутника то, что здесь вот в такой-то улице, в такой трубе течет вода. И только в городе Ташкенте пилотно был проект осуществлен. Кроме этого, в Самарканде, в Иргутском районе и в городе Андижане только было сэкономлено 19 миллиардов сумм. Благодаря этой технологии. Почему? Потому что, как мы знаем, каждый из нас живет или в своем доме, или в махале, или в квартире. После того, как прорывается труба, если сама вода наверх не выходит, вы никогда не знаете. Да. Мы узнаем уже об этом, когда есть печальные последствия. Да, уже печальные последствия. Но, как нам известно, то, что это очень тоже нелегко. И вот внедрение новых технологий, как я до этого тоже вам сказал. Вот трансфер-технологии на сегодняшний день мы работаем над Узбекистанем. На данный момент не очень сильно развита эта онкология, к большому сожалению. И мы сейчас работаем с канадско-словацкой компанией на определение рака с помощью применения крольчих антител. Это будет создана база антител, которая непосредственно. И с 2023 года данный проект тоже является спин-офф компании, о которой мы с вами попозже поговорим, который будет осуществлять услуги. Например, на данный момент эта процедура, эти анализы сдаются, они отправляются за рубеж. А как вы знаете, в онкологии, в раке каждая секунда, каждый день очень дорога из-за этого. Кроме этого, вчера буквально мы провели переговоры с представителями ОАЕ и с инвесторами о осуществлении трансферной технологии по сфере мясного кластера, которого в Узбекистане на данный момент отсутствует. Уже, можно сказать, сделаны не только первые шаги, а половина. Уже буквально в городе Ташкенте под ключ построен завод по переработке тоже это мясо. И самое главное, они тоже хотят осуществить от А до Я. Это начиная от корма до конечного продукта, переработки конечного продукта. Это, конечно, очень длинный цикл, данное будет поступать степ-бай-степ. Кроме этого, буквально в этом году запустили технологии тоже с корейцами совместно, это выращивание интенсивной клубники. Это тоже является трансферной технологией, которой непосредственно мы на данный момент ведем работу. Еще намеренно со словакской, со зарубежными друзьями производство чипов, высокотехнологических чипов на территории Республики Узбекистан. Для чего эти чипы? Да, эти чипы, они непосредственно для промышленности, которые используются. На данный момент это все импортируется. И роль трансфера технологии, когда вам тайная, вот как я сказал, в 2020 году, когда пандемия, аппараты ИВЛ, это вот все когда горит. Срочная необходимость. Срочная необходимость. А науку делать у вас уйдет 5-10 лет пока, а пока вы этот еще ИВЛ, пока все это создадим, вот это все. Но самое главное, мы тут можем гордиться, что мы выпускаем Мэйден Узбекистан. Которые в том или ином рынке, когда или мы продаем, или производим. Вот это все трансфер технологии, он очень сильно важен. Еще вот буквально на Маинском районе осуществлен тоже трансфер технологии, российской технологии производства серобитума. Это вот тоже место асфальта тоже, который удешевляет в любом случае и прочнее. Очень много посчитать можно, которые мы должны осуществить все эти трансферы. Почему? Потому что, как вы знаете, мир очень сильно, инновации очень сильно развиваются. Если вернуться 20 лет назад и сейчас, это невозможно сравнить, какой прогресс тогда был и на каком уровне сегодня находимся мы. Какой прогресс идет. И я уверен, что Узбекистан не должен отставать от этого прогресса и непосредственно заниматься трансфером технологий не только в разной отрасли. Это и фармацевтические отрасли, и в той же медицине, в той же тяжелой промышленности или легкой промышленности. То есть у нас вот сами текстильные компании тоже очень, я же говорю, это технологии, которые могут добавить добавленную стоимость и производить и приносить прибыль. Вот хотела спросить вопрос, есть ли обратная связь, то есть трансфер технологий с Узбекистана в зарубежные страны? Это происходит тоже через ваше министерство? Да, вообще, согласно закону об инновационной деятельности с 19 по 23 параграфа, министерство инновационного развития, они ответственны за трансфер технологий с обоих сторон. Там все написано в законе и с этой стороны, и с той стороны тоже. Что самая популярная технология, которая управляется за рубеж? За рубеж, вот самая популярная технология, которая мы можем сейчас вообще экспортироваться в основном, это, можно сказать, фармацевтика тоже наша, например, которую мы можем тоже... Фармацевтическая отрасль у нас, вот научно-исследовательские институты, фармацевтики очень сильны, именно биология, именно биотехнология, которую мы очень сильно тоже развиваем на сегодняшний момент. И, как я вам сказал, тоже то или иное лекарство, которое рутан, которое вот создано противовирусное лекарство, которое непосредственно уже себя показало. И кроме этого, то, что я вам сказал, то, что сейчас медвей, вот это лекарство, которое без токсичности, да, и многие другие. И можно сказать то, что, да, экспорт, конечно, и трансфер технологий наши очень трудно, мы должны это признать и не голословить, то, что мы... Но мы степ-бай-степ идем к этому, чтобы, кроме этого, например, вот, и наши отрасли тоже, это трансфер технологии, к примеру, производства тех же электромобилей. Это тоже является трансферной технологией. Как мы знаем, в последних новостях, Автопром это заключает вот с ABYD соглашение, которое они изучают сейчас рынок и хотят поставить производство электромобилей. Это тоже является непосредственно трансферной технологией. Почему? Потому что все уже создано, можно просто взять, адаптировать и внедрить. Под наши условия. Да, конечно, под наши условия внедрить и производить. Почему? Потому что... Конечно, это финансово, наверное, более удобно. Спасибо большое. Хотела спросить, что делается для повышения интеллектуального и технологического потенциала региона, формирования современной инфраструктуры, развития научной и инновационной деятельности? Если вы позволите, про инновационные худуды, мы поговорим. Вот подробнее, что это такое? Вот инновационные худуды, вот в каждом районе, в 21-м году указом президента и постановлением президента было представлено, это по одному худуду было, а в стратегии мы уже указали по два худуды. И также город Ташкент, это Алмазарский район и Мирзулбергский район. Инновационные худуды осуществляются, как я вам до этого сказал, это более детально, мы сейчас пройдемся. Disruptive innovation – это прорывные инновации, которые непосредственно мы... Самое главное, вот мы сейчас, в этих худудах все как апробация идет, внедрение, что себя покажет, например, в Толмельном районе. Например, в Кашкадаре, например, Нишанская область, к примеру, Новои, Кармана, Бухаре, Ромитан, потом Сурхандре, Олтенсой и все остальные худуды и в Намангане, это чувствский район, где мы развиваем и создаем маленькие инновации. Почему маленький Disruptive innovation? Министерство инновационного развития дает шаг той или иной идее или новшеству для внедрения, а потом уже рынок показывает, он внедряется. И если данная инновация, она уже маленькая, тогда, например, сейчас для отраслей это очень трудно, вкладывать новые инновации в новый продукт. Почему? Потому что очень большой риск. А когда мы это доказываем и показываем, что данный проект рентабелен, что новый продукт есть, он внедряется, тогда он может поглощаться, во-первых, худудом или отраслью, которая в этом худуде. Например, до 2021 года не было производства у нас фильтров обратного осмоса. Уже поставлено производство на данном этапе в Ромитане, Бухаре и Новои в Кармане, к примеру. И, например, очень много, вот тоже мы, как вы знаете, в Узбекистан тоже все равно огромная страна, и кроме этого, вот очень много всяких новых технологий или новых внедрений, или же нехватки корма, например. Тоже вот в Бухарской области, в Нижанском районе, Кашкадарье, производится тоже корм для КРС и для крупного рогатого сагата и малого рогатого сагата, который, например, тот же янток на русском. Не-не-не, вот янток использую янток, травой вот это все, они все мешают, новая вот какая-то формула, которую они производят, например, корм, который очень хорошо влияет на… В высоком протеином. Да, в высоком протеином, вот это все. И, кроме этого, например, как мой коллега сказал, это бесплатные Wi-Fi-зоны, кроме этого, вот умные ситофоры, где могут передвигаться, где могут… Или же, например, сейчас очень такие вот дорожки, где вот, когда машина проходит или когда человек проходит, он вырабатывает электроэнергию. Мы, инновационный район, должны понимать, во-первых, новые рабочие места, новые инновации, которые себя уже оправдали, потом они уже поглощаются уже, как я сказал, с циклическим… Вот капитал, инновация капитала, это поглощается уже отраслью или тем же или иным регионом, где, например, или, например, такие инновации, которые вот переработка у нас, как вы знаете, лекарственные растения очень тоже сильно, очень развивается, и у нас очень большой потенциал переработка лекарственного растения, раз. Во-вторых, новые продукты, новые БАДы, которые непосредственно тоже вот осуществляются в инновационных худудах, и в среднем в каждом инновационном худуде около 10 проектов, более 100 рабочих мест, которые уже высококвалифицированные и среднеквалифицированные, которые непосредственно, вот как я вам сказал, уже только вот в кармане, это более 400 молодежи уже сами уже могут себя обеспечить и приносить свой вклад и лепту развития своей страны и своей семьи. Непосредственно зарабатывать, да, помочь, и такой же проект у нас осуществляется и в Чувском районе тоже такой же проект, в Бухарии тоже вот недавно запустился. Потом, кроме этого, как можем сказать, то, что вот развитие инфраструктурных тоже, инфраструктуры тоже очень важно, почему? Потому что, как вы сказали, то, что в регионах у нас в каждом регионе создается молодежные технопарки, где те же рационализаторы, те же молодые изобретатели могут приходить, создавать, работать там, а уже потом подготавливать к внедрению, когда у них есть уже прототип, может быть, они могут использовать тот же 3D-принтер или еще, в которой возможности они созданы в каждом районе, в каждом байлояте нашей страны. И вот в прошлом году у нас открылся большой технопарк, где тоже могут наши рационализаторы, изобретатели, студенты, непосредственно, почему главой нашей страны было выбрано такое место, это вот в Узгородке, где непосредственно собран весь потенциал человеческих капиталов, интеллект, где они могут приходить после института, воплощать свои идеи, те же, даже преподаватели могут приходить вместе работать и создавать уже новые инновации, которые внедряются в отрасль, внедряются в, или решать ту или иную проблему, которую они хотят решить. Инновации это деньги, мы должны понимать то, что деньги, которые, ваша деятельность будет приносить деньги, но с высокой добавленной стоимостью. Да, деньги как государству, так и самому человеку, соответственно. Конечно, конечно. Который улучшает вашу повседневную жизнь. Да, совершенно. Любое изобретение, конечно, связано с патентованием, от этого никуда не деться, для того, чтобы избежать того, чтобы это изобретение украли, если говорить уж о деньгах. Так вот, расскажите о процедуре патентования непосредственно, как это происходит у вас, и насколько она важна? Процедура патентования сама осуществляется в Центре интеллектуальной собственности при Министерстве юстиции. Данный изобретатель должен подойти со своим изобретением и сдать материалы своего изобретения в установленной форме для проведения экспертизы. И заявка, поданная в Центр интеллектуальной собственности, она проверяется, как я ранее сказал, на определенные требования. Это новизна, изобретательский уровень и промышленная применимость. И после проверки, если выявится, что это изобретение отвечает к этим требованиям, она будет считаться, как бы, можно на него выдавать патенты. Выдается решение о выдаче патента. После этого материала заявки публикуются Центром и выдается охранный документ, то есть патент. Спасибо. И буквально в двух словах мы хотели поговорить по поводу спин-офф. О организации спин-офф-компании у нас осталось две минуты для конца эфира. Пожалуйста. Да, спин-офф-компания, вот главой государства в нашей инновационной стратегии 2026 указано 34, это на спин-офф-компании, которая при поддержке инновационного развития, кроме этого академический спин-офф-компания. Спин-офф-компания это та компания, которая те услуги или та коммерциализация, это тоже является частью коммерциализации, где вы уже оправдали и увидите эффект, и уже представляете, представляете, как дочеренное предприятие при научно-исследовательском институте. Или создаете новое ООО, где оно будет оказывать услуги. Я до этого вам тоже упомянул, что, например, у нас фармацевтическая деятельность очень сильно развивается, и лекарственные растения. Например, у меня есть препарат, который я должен переработать, но, к сожалению, нет места, где я не могу переработать. В данной стратегии, вот компания Биатом, это которая предоставляет эти услуги, где вы можете переработать, упаковать, и уже, например, предоставить услуги, где спин-офф-компания, и то, что я сказал, это вот наша вот Словакия тоже, которая антитела, это тоже спин-офф. Кроме этого, например, вот недавно регуляционный институт у нас обратился с просьбой, совместно со стандартом, это регистрация, например, сертификация. Оказывается, на сегодняшний момент в Узбекистане не имеется возможности такой. Но в 2023 году мы реализуем совместно с Министерством энергетики новую спин-офф-компанию, которая будет осуществлять данную сертификацию, и которая может уже позволить к внедрению и вообще развивать ту или иную деятельность. Спин-офф-компании, они предоставляют услуги, например, в одном институте это в год одна услуга один раз, в другом два, в другом три, а где-то это уже есть. Не обязательно государству покупать каждому институту или каждому НИ, или каждому предпринимателю это оборудование. Они могут обратиться на аутсорс, они все упакуют, все сделают, например, вот я могу представить тоже еще одну спин-офф-компанию, которая очень успешно развивается, это компания Шана с брендом тоже, они тоже работают с лекарственными растениями, но другие компании в Узбекистане, которые не имеют это оборудование, но имеют бренд, они у них заказывают, они упакуют, они рассосовывают и предоставляют эти услуги, и на этом зарабатывают. Я к чему хотел обратиться, вот в конце нашей минуты, нашим телезрителям, это то, что, как я сказал, любая критика, да, она сокрушительная, это интересно, но когда мы видим проблему, надо давать и решение, о проблеме говорить могут все. Спасибо большое. На самом деле мы не успели обсудить очень много интересных вопросов с вами, и, как вы понимаете, эта тема требует обязательно продолжения, и надеюсь, что мы с вами еще раз встретимся в одной из наших следующих прямых эфиров. Ну, а я бы хотела поблагодарить наших уважаемых гостей, которые сегодня в течение часа отвечали на мои вопросы. Итак, сегодня в гостях у нас были Джамалиддин Бабаханов, начальник управления и коммерциализации инновационных разработок и трансферотехнологий Министерства инновационного развития Республики Узбекистан. Джавахир Шавкатов, ведущий специалист управления формированием и мониторинга программ по научной и инновационной деятельности Министерства инновационного развития Республики Узбекистан. А также Уктам Джон Абрагимов, начальник отдела использования и реализации интеллектуальной собственности Министерства инновационного развития Республики Узбекистан. Большое спасибо, что нашли время, приехали к нам в студию и отвечали на наши вопросы. Заканчивая разговор, хотелось бы отметить, что тема, которую мы сегодня поднимали, и вопросы, на которые отвечали, лишний раз подчеркивает, подтверждает, что наше государство активно поддерживает развитие изобретательской и рационализаторской деятельности в нашей стране, что открывает прекрасные возможности для реализации новых передовых технологий и научных идей. На этом все, дорогие друзья, мы с вами прощаемся, желаемся хорошего дня, берегите себя и до новой встречи. Спасибо большое.